Всем привет! С вами снова, как всегда, Костян и Славный Дружеб Ломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Есть ли у вас причина ненавидеть обычные устрицы? Ну их даже две, пожалуй, я начну. Три, три. Цена, цена это третья. Но это типа в Питере, в Москве, это да. Но основных вообще причины две. Первое, прежде всего, это сложность открывания устриц необходимых. Даже если вы профессионал, даже если вы много раз это делали, все равно не каждая тварь. Ну, пожалуй, первая тысяча будет очень много. Знаешь, обычно показывают, типа ты находишь у нее где носик и вот там дырочка, нету там никакой дырочки. Это камень, цельный, сука, камень. Нету там куда заталкивать, ничего. Приходилось первое открывать, просто сначала отдолбить кусок. Да-да-да, потом, потом что-то там. Я подозреваю, что для кулинарных шоу они находят идеальные, где видно уже, куда просовывать нож. Если ты, да, если туда видно куда, то да. Но обычно это просто, сука, цельный камень. И это причина номер один. И, само собой, для этого нужны специальные инструменты. Ножичек, перчатка. Вы можете сделать это и обычным ножом, но после этого он у вас будет не очень. Да, не очень. И вторая причина это то, что вхождение в кулинарный мир устриц достаточно высоко. То есть не каждому человеку с первого раза вот эта вот морская тварь, супер мягкая, супер склизкая и в морской воде покажется вкусной. Поэтому, чтобы человек ко вкусу устрицы быстрее привык, мы сегодня сделаем их более хитрым способом. Ну, пожалуй, это даже такой, значит, еще и простой с точки зрения открытия. Да, то есть мы применим несколько триксов. Погнали. Меньше слов, больше дела. Зацените, каких красоток сегодня съездил Костян и приобрел. Вы посмотрите. Вы посмотрите на этих красотуль. Они все живые. Все живые, потому что они все закрытые. Вся фишка данного рецепта, скажем так, половина фишки данного рецепта, будет заключаться в том, что мы не будем их раскрывать. Они раскроются сами под воздействием огня. А для этого нам нужен уголь и гриль, и огонь, и розжиг. Короче, нам нужен угольный гриль. А генеральный спонсор нашей поездки, друзья мои, это FunPay Money. Если у тебя есть смартфон, если в нем есть камера, и если ты зареган хоть в какой-нибудь соцсети, Instagram, Facebook, ВКонтакте, где угодно, ты можешь на этом зарабатывать, а точнее просто получать халяву. Приходишь в свое любимое место, делаешь фоточку, выкладываешь в соцсеть, собираешь лайки. А лайки это реальные рубли. Короче, приходишь ты в любимый бар, фоткаешь там, как ты пьешь красивый крафтовый пивасик, на этой фоточке собирается, например, 300 лайков, и в следующий раз туда приходишь, приходишь в этот же бар, а тебе пиво за 300 рублей бесплатно. Так это и работает. В итоге выигрываешь ты, потому что ты получаешь халяву, выигрывает заведение, потому что оно получает пиар в твоих соцсетях, и никто не проигрывает. А ссылочка, друзья мои, находится, конечно же, в описании. Качайте приложение Funpay Money. Поджигаем бумагу в стартере для розжига и ждем какое-то время. Бумага прогорит и угли станут горячими. Уголь у нас разжигается, и у нас будет несколько типов, собственно, устриц. Один тип у нас будет с обычным луком-пореем, со сливочным маслом и небольшим количеством чеснока, ну и, само собой, на углях. Режем очень тоненько. И меленько-меленько чесночок. Поджигаем огонек и ставим кастрюльку. В кастрюльку сразу забрасываем хороший шмар сливочного масла, вот так. И наш лучок. И чесночок. Вот так вот потомим это несколько минут, чтобы слегка подзолотился лучок. Но это самый лайтовый вариант. Мне лично нравится, когда устрицы идут с небольшой остринкой. Честно признаюсь, я вообще мне устрицы никак не заходили, я вообще их никак не признавал до того, как мне положили на них маленький-маленький кусочек васаби. То есть вот через эту остроту для меня раскрылся и весь остальной вкус устриц. Они, кстати, растут сколько? До пяти лет? От двух до пяти. От двух до пяти, помимо здоровенных сахалинских, да? Да, от семнадцати до пяти. Жемчуга в них нету, потому что за это время жемчуг в устрицах не успевает сформироваться, имеется ввиду за 2-5 лет. Берем пол столовой ложечки васаби или горчицы, этого хватит на достаточно много устриц. Берем бустерский соус. Вот так вот. И разводим в жиденькую-жиденькую пасту. Прям жиденькую-жиденькую, чтобы комочков не было вообще. Вот так вот. Еще для большей остроты берем табаско, но на самом деле табаско это не самый топовый острый соус, он на самом деле кисловатый. Но его вот так тоже хорошенечко добавляем. И для цитрусовых ноток берем буквально чуть-чуть-чуть лайма. Вот так вот. Буквально несколько капель. И тоже размешиваем. Буквально 4-5-6 капелек вот такого вот, вот буквально немножечко в каждую устрицу меняет вкус полностью. Вот такое вот у нас получается чесночно-луковое маслице. Не нужно ждать, пока там все станет черным. Вот оно, покоричневело и зашибись. И я меленько-меленько потру совсем немного легкоплавкого сыра. Но у меня также есть еще и голубой сыр с плесенью для того, чтобы было более пикантно. Наверное, будут комментарии из серии, дружи, какого хрена ты портишь устрицы, такой дорогой продукт, всякой ботвой. Еще раз говорю, если вы просто любители устриц, если вам заходит, кушайте их просто без ничего. Просто с двумя капельками лимонного сока, с хорошим вином, со всеми делами. Но многим людям, я бы даже сказал 8-9 людям из 10, устрицы сами по себе сырые не заходят. И сначала они их съедят с таким соусом, потом с чесночным маслицем, потом, не знаю, с капелькой васаби, а потом дойдут и до сырых постепенно. Например, у меня есть подписчица, которая жалуется, что она любит всякие штуки типа креветки, гребешки, мидии. А муж у нее любит только макарошки, сосисочки и жареную картошку. Я тоже люблю жареную картошку, но постепенно, возможно, свой вкус можно развить как-то к более, скажем так, тонким материям. Не сразу. Для украшения возьмем немножечко пророщенных ростков гороха. У нас есть вот такой чудесный малюсенький мангал. У нас есть угли, давайте высыпать. У любой устрицы, ну, практически у любой, есть места, где они как бы выпуклые. Само собой, там скапливается жидкость, влага или можете называть это бульоном. А выкладываем устрицы этим местом вниз для того, чтобы лишний бульон у нас не пропадал. Вот, они будут шкварчать, они будут трещать и, возможно, даже немножко лопаться. Ну, а мы будем ждать, пока они приоткроются для того, чтобы избежать вскрывания их разными варварскими методами. Хотя, мне кажется, это тоже... Ну, ладно, нормально. Мы просто сжем их живьем. Ставь лайк, если сделал бы так же, чтобы не ковыряться ножом. Буквально спустя 3-4 минуты они начинают открываться. Это значит, что нам не придется шелудить там ножом, расковыривать их или еще что-то. Просто ждем, когда у них открываются крышечки. В этом вся фишка. Теперь берем какую-нибудь перчатку или полотенце и в какой-нибудь в миссину убитый нож. Вы скажете, о боже, это не самура. Я с самурой это ковырять не буду, потому что у меня острые ножи самуры, они мне дорогие. Вот, так что, видите, вы посмотрите, сколько там сока. Ну вот, но можно подождать, пока они чуть-чуть подостынут, но уже назад оно не закроется. Если же вас совсем парит, то вообще берем устрицу и сливаем с нее вот так бульон и сок. Берем следующую, тоже сливаем с нее бульон и сок. Все равно горячо. И потом их можно будет залить назад, вот эти вот соки. Берем устрицу и вот так с нее все вытряхиваем, все, что можем. В некоторых много воды, в некоторых мало. Вот так. Вот в этой паре столовых ложек воды. И ждем, пока они пролил. Остынут до состояния, когда их можно будет хотя бы перчаткой и варежкой взять. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь берем, собственно, наши устрички и просовываем туда какой-нибудь убогий нож. Они уже открытые, поэтому особой проблемы в этом нет. Вот и просто оп и вот так отчекрыживаем. Как правило, у нас на крышке оказывается наша основная устричка, наше мясцо. Все, что осталось, это вот так ее как-нибудь срезать, спилить и положить в основную раковинку. Теперь добавляем совсем чуть-чуть по капелюшечки острого соуса в наши горячие устрицы. Вот так совсем чуть-чуть. И туда же добавляем немножечко той воды, которую мы из них слили. В ней как бы морской вкус, поэтому пусть будет, чтобы не потерять всю фишку. Видите, это чисто такой бульон, то есть это не чисто вода, это реально бульон. И кипящего шкварчиц сливочного масла в остальные. Посыпать все это дело сырцом немножечко. Можно вот так немножечко посыпать сырцом, можно не посыпать. Это уже ваше дело. И чуть-чуть вот так вот украшаем какой-нибудь зеленью. Но это уже на вкус не особо влияет. Ну, вы знаете, так сказать, чтобы было, чтобы подача была. Начинаем пробовать. Давай, пора. Начало соус. Со сливочным маслицем вообще офигенно. Я острый пробовал. Соус хороший. Соус мне очень понравился. Мидия появляется потом. Не мидия, устрица. Прям вот. Ну, знаешь, их нужно держать не пять минут. Вот только подоткрылись сейчас снимать. Соглашусь. Тогда она остается очень мягкой. Очень нежной. Потому что хотел сказать вначале, суховатые, знаете, отваренные мидии. Почему я сказал мидии? Потому что они реально пружинистые становятся такие. Да, только открылись, все, сразу снимать. Но в целом... Да, это очень неплохо. Слушай, я думаю, мы кому-нибудь что-нибудь оставим, нет вообще? Я что-то не очень... Да, нафиг оставлять им. Они там сидят, ничего не делали, мы все делали. Блин, это... это... это хорошо. Последнюю порцию ты снимал как раз, когда они только приоткрыли. Да. Это лучшее. Это лучшее. Короче, кладите на угли. Как только вот они чпок подоткрылись, все сразу. Сразу снимаете. Да. Соус офигенный, он слегка острый. Сливочное маслице тоже офигительное. То есть здесь без вопросов. А самое главное, теряется вкус тот, который не нравится... Ну, сыроедам. Ну, вот это вот совсем, совсем, совсем вот такое вот. Оно, оно, конечно, исчезает. А с вами был Костян. Славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. В целом, это самый незапарный рецепт. Ты просто кидаешь их на гриль в большом количестве, и они открываются, конечно, в тех странах, где они стоят подешевле, чем в России. Вот. Но в целом, это, конечно, зашибись. Кому понравился рецепт, ставьте пальцы вверх. Он позволяет не ковыряться в них ножом вот так, потому что они открываются просто сами. Ну, а соус вы можете, на самом деле, делать не только такой. Любой. Любой. Можете добавлять даже сыр. Всем пока.